Выгибает спину, говорит, о боже мой, и достает все нутро. Мне тут довелось посмотреть закрытую демонстрацию геймплея Ghostwire Tokyo от Tango Gameworks. Студия с синдемиками, замечательный мужик, очень много всего умеет хорошего. Стало лучше понятно, что это за игра и кому она нужна. Нет, правда, те ролики, что были раньше, так и не давали нормального представления. Поэтому давайте с самого начала. Токио опустел, туман забрал почти всех, на места исчезнувших жителей пришли демоны, духи, йокай и прочая эктоплазма. Безголовые девочки, безликие мужики в костюмах, похожие на слендерменов. Леди Димитреску с огромными ножницами, почему-то я не в первый раз подобных теток вижу. Швея, швея, ну, кстати, да. Она же высокая, да, видимо, огромные нужно полотна резать. Видимо, какая-то японская швея. Набор получился, ну, прям супер колоритный, это было понятно по первым роликам, очень нравится. Устроил здесь этот Брагос некий Ханья, рогатый черт, в роликах тоже его показывали. Он похитил еще и родных главного героя, Акипы. Так-то он непримечательный, добропорядочный японец, но по неизвестной в данный момент причине в него вселился дух охотника на потустороннее. Зовут его Эйч Эйч. Слишком загадочное имя, чтобы за ним ничего жуткого не скрывалось, да? Хан Хельсинк. Х Хельсинк, хорошее имя, но не японское имя Хан. Приезжий из азиатской страны какой-нибудь Хан. Манго. Благодаря новому соседу в черепушке, Акито обрел способности, позволяющие бороться с нечистью на улицах города. Хитро вывернутыми движениями рук он творит всякую такую, очень даже настоящую магию. Такие практики называются кудикири, если кому интересно, девять символических сечений переводится. Это оттуда Наруто был взял? Да, в том числе. Используются обычно такие жесты в разных религиозных учениях. Восточных, естественно. Ну, то есть вот эти все ниндзюцу и прочие, да, именно оттуда. Гост Вайр жесты ваш хлеб и масло, то есть рис и соевый соус. Одни помогают цепляться за летающих демонов, кнут, чтобы оказываться на крышу. Другие чисто боевые. Показывали первую, самую простую, это палец с пистолетиком из густок зеленого цвета летит вперед. Пиу-пиу-пиу буквально. Он летит обычно по дуге, но зачастую прицельно как-то. Да, самонаводящийся немного. Довольница, довольница, короче. Да, доводочка, наша любимая японская. Пиу-пиу нейтрализуем. В этот момент он раскрывает свое ядро. Удерживаем кнопку, чтобы пока герой накручивает нужный кубит, и бабах, случился. И исчезает дух. Уходит в мир иной. Не в этом тусит, а в мир иной, да? Все нормально. Если два врага стоят рядом, то разом связывают обоих и лопается тоже оба. То есть удобно будет нейтрализовать двоих. Они сначала одного, а потом другого. Так же с тремя работают. С четыре меня, видимо, тоже. Но там их не так много, обычно, на экране. И, видимо, через некоторое время они выходят из состояния вот этого станка. На этом моменте можно сразу понять, что игра получается довольно медленной. И пока что в показанном враги действовали неторопливо в целом. Почти как в тягучем сурвайвл хорже, который и делала студия. Да и влудин. Один и два, если что. Если враги таки до вас доползут, есть магический блок. Если не увидят, есть минималистичный стелс. Можно ваншотнуть со спины. Я сразу Дарксуал вспомнил. Тем того, здесь ядро просто вытаскивают. Сначала тыщ магии ему под брюхо. Это уже, наверное, хиропрактика. Выгибает спину, говорит, о боже ж мой. И достает все нутро. Также достаточно рано у героя появляется лук, помогающий в нелегком деле экзорцизма. Ну и, конечно же, новая магия тоже появится постепенно. Такой огненный бабах, электрический шар, водяной удар по горизонтали бьет. Видимо, в сочетаниях этих штук и будет вся соль. На мой взгляд, было скучновато. А вот видеоматериалы для сюжета дали совсем другие. Не из прохождения, которые я видел. И там же разгулялись со всем этим мясем. И даже активнее чутка все выглядело. Пободрее. Уворачиваться вот от летящих шаров тебе нужно было. Практически буллет-хеллчик такой. Но из-за долгого заряжания атак как-то все равно вяло получается. То есть, если ты долго заряжаешь, то и враги должны не сильно быстро действовать. То есть, это не как в шутерах. Такой тра-та-та-та-та-та-та. И у тебя есть какой-то секунды-две, чтобы перезарядить. А здесь прям каждая атака такая. Насасывается. И вот как-то рывков тоже нет. Во всяком случае, пока. Не показывали, значит, скорее всего, не будет. Что до устройства игрового пространства, то это обычный открытый мир. Все затянуто туманом, поэтому постепенно исследуешь город. И постепенно открываются новые места. Сейчас самое время рассказать про окружение. Оно очень насыщенное. Деталей прям до чертища. Мусора много. Высок, бочков, рекламок, экранов, всяческих предметов быта. Магазинчиков. Иногда даже открытые. Там вот котики, духи обитают, с которыми можно поговорить. У них можно что-нибудь полезненькое купить. И японских видеоиграх всегда есть котики. Когда вот заходишь в помещениях, так там вообще в лучших традициях иммерся в симов сделано. Японский геймдев редко заморачивается с этим. Хорошо, хоть здесь не так. Только из-за этой особенности хочется поиграть в игру. Потому что колорит сразу появляется из-за окружения. Это не просто очередной полупустой город, в котором, ну, просто что-то похоже на азиатское. Детальчики. Детальчики создают атмосферу. Ну, на уровне этого, второго Deus Exit. В лучше, лучше, тебе серьезно говорю, там настолько напичканно. Я действительно впечатлился. Есть еще и подвох. Окружение может выворачиваться наизнанку под действием потусторонних сил. То есть пол, стены, потолок меняются местами, фурнитура оживает. Творится сюрная дичь. Я полагаю, такие приколы чаще будут происходить на сюжетных заданиях. То есть, в сюжетные моменты. Но, опять же, очень и очень качественная работа с окружением, чтобы оно никогда тебе не надоедало. И запомните эту мысль. Что-то активности показанное выглядело как обучение. Поэтому сложно сейчас судить, насколько это отражает реальное положение дел. Но вышки, да. Здесь их заменяют вратами торий. Это такие красные П-образные сооружения. Которые служат, по ходу дела, порталами для понаехавших. Поэтому вокруг этих мест они ходят пачками. Их нужно отметелить и закрыть портал. Обычно это происходит быстро. Так что хотя бы в этом счастье небольшое есть. Еще приходится искать и спасать души людей. Для этого у вас есть специальный бумажный призрачек. Не знаю, дух. Это тоже какой-то символ религиозный в Японии. Специальное видение помогает находить духов, освобождать их и коллекционировать. А потом сдавать на переработку в определенном месте. Который похож на телефонную будку. Макулатуру-то не надо сдавать на переработку. Типа того. Ну то есть в смысле возвращать их. Не возвращать, конечно же. Души людям, судя по всему. Может быть где-то они все еще существуют. Несмотря на то, что исчезли. Бывают и совсем простые собирашки. Такого, ну на первый взгляд, было очень много на каждом шагу. Просто демонстрации не застряли на этом внимании. Герой, кстати, умеет читать мысли животных. И чем это нам грозит, я не знаю. Возможно, еще какими-то заданиями. Но разных животинок там много. Собачки есть, кошечки и тануки. Это редкость. То есть в японских играх они так или иначе фигурируют часто. Но вот чтобы животины прям тануки были, редко. Разновидность помойной панды, да? Это красная панда? Нет. Красная панда это красная панда. Танука это ядновидная собака. Она похожа на енота, по сути. Который, естественно, любит в мусоре копаться. И так далее там у Вадона. Я в инстаграме сейчас тусю. И там меня часто показывают трэш-панда. Который енота, в смысле. Ну, потому что в Америке их много живет. И они, ну да, жирненькие, хорошенькие, пушистые. Нравятся. Тануки? Нанико иってる? Ой, чикару скафты миру. Оретачинара монона арика и гайни муу. Довбутсу ищи му вакару. Бывает и в самодельшные дополнительные задания с историями. Бабуля-привидение просила помочь, видимо, внучке, которая почему-то приносит удачу. Почему нам об этом рассказали, я не знаю. Но, видимо, такой бонус выдают. Тут как бы без комментариев. Заходим в маленькое жилище. Находим потаенный проход. Одним приемом буквально. И нейтрализуем духа, который удерживал бедняжечку. И это не драка была, а просто какой-то сюжетный момент, где мы нажимали кнопку и все разрешалось. Я понял это так. Получаем бонус. Все. Вроде коротенечко, но вроде что-то произошло. Вроде так тематическое. Опять же. Если вы хотели чуть больше узнать о мире духов Японии. И японской мифологии. Это классно. Мне всегда это интересует. Потому что она необычная. И я про нее ничего не знаю. И почему это все произошло, я не буду спойлерить. Там есть, опять же, подноготные деталечки. Но все решилось без драки. Что меня, в общем-то, наводит на мысль, что игра больше про атмосферу и сеттинг. Находиться в ней очень приятно. Такое, откровенно говоря, не все игры могут создать ощущения. Не суперсложная графика компенсируется насыщенностью. Спецэффекты зрелищные. Монстры потрясающие. Геймплей пока немного ватненький. Но может, опять же, разгонится, когда способностей появится больше. И вот, да, надо смотреть. Первая половина наверняка будет так себе. Есть ли вероятность, что раскроется? Вот не думаю. Как-то нужно привыкать к тому, что игра будет не совсем про геймплей. Возможно, о ней стоит думать не как о Far Cry или The Evil Within, а скорее как Dishonored или вот Deus Ex. В котором нет сложной песочницы, правда, судя по всему, и в ряции решений проблем. Но с проработанным окружением. Экскурсия в мир японского потустороннего. С таким взглядом мне как-то стало спокойнее. Это уже больше, чем я ожидал, если честно. А там посмотрим, как на самом деле все получится весной этого года. Субтитры сделал DimaTorzok